Такой важный вопрос. Как научить ребенка не вестись на мнение других детей, а иметь свое собственное? Детям всегда нужно говорить, что мы не существует. Есть я, есть еще один я, еще один я и еще один я. И поэтому всегда нужно иметь свою голову и руководствоваться своими желаниями, своими потребностями. Я так детям и говорю, и вам рекомендую. Вы говорите, послушай, что ты думаешь по этому поводу? Или кто это все затеял? Они говорят, мы все. Нет, все, не бывает. Кто был первый, кто инициировал что-то? Почему поддержали или не поддержали? У каждого должно быть свое мнение. Думай о себе. Доверяй себе. Руководствуйся своими желаниями. Ты можешь хотеть того же, что хочет другой человек, и можешь не хотеть того же, что хочет другой человек. И поэтому имей смелость заявлять о своих желаниях напрямую. И никогда не бойся, что тебя не примут в игру или еще что-нибудь. Потому что лучшее, что ты можешь с собой сделать, это оставаться самим собой. Всегда четко понимая свои конкретные желания, а не подстраиваясь под кого-то. Это, конечно, такой длинный спич, который я только что сказала. Но его можно начинать говорить детям с достаточно раннего возраста, там с 3,5 лет. Просто его покороче. Чего ты конкретно хочешь, можно сказать. Но чем старше становятся дети, тем иногда чаще приходится им такие вещи повторять. Потому что в подростковом возрасте кто-то что-то сделал, все другие его поддержали и не подумали, а надо ли было это делать. И поэтому вот такие вещи всегда нужно говорить. Разделяй свое желание это делать. И просто потому, что ты не смог отказать. Или просто потому, что повелся на эмоциях. Думай. И каждый раз проговаривая это, вы делаете определенный задел. И этот задел в определенный момент сработает на вашего ребенка. И он сможет нет сказать или остановиться. Или проявить свою точку зрения.